Всем привет любители АФК Арена, с вами Йорн и сегодня мы продолжаем рубрику по аккаунтам. И у нас на обзоре аккаунт кента. Та-дам-да-дам, это мой друг Сакван и вообще замечательный человек. Я не просто так взял его аккаунт на обзор, потому что он играет не через стандартную пачку, мало кто так играет. До 23 главы он играл через Шемку и других героев поддержки и танков, а потом просто решил сделать одну пачку. И она ему зашла. И давайте я покажу какая пачка. Это герои поддержки, а также ловкачи. Фара, Рован, Близняшки, Тази и Розалина. Вот такая вот пачка его не подводит и уже довела до 28-33. Вы посмотрите на силу его героев и на силу противника в разных углах. Это просто большой крутой показатель. И скажу, что это конечно же также показатель того, что Кент понимает вообще как герои себя ведут в бою, знает их навыки и умеет комбинировать. Но конечно же не без помощи нашего клана, потому что он играет всего лишь с августа 2019 года, он попал сразу к нам в клан. А в нашем клане очень много аналитики и знаний по героям. Кого как качать и кого стоит качать, самое главное. И основываясь на этих знаниях, конечно же он тоже вник в игру и начал развиваться и играть дальше с этими знаниями. Поэтому все кто пишут всегда я прошел дальше чем ты, это не показатель друзья, это не показатель. Мы в свое время были первопроходцами. Мы это все тестировали, естественно что-то мы качали неправильно. Но если бы мы изначально знали кого надо качать и в кого вкладываться, то мы бы были уже гораздо дальше. Поэтому я всегда говорю, что когда разработчики добавят функцию разбора героев, тогда бы я просто перекачал тех, кого я не использую и уже бы прошел гораздо дальше. Это факт. Ну а теперь переходим к аккаунту. 147 уровень. 5 месяцев игры. 13 вип. И давайте посмотрим сколько до 14. Не хватает 50 тысяч очков. Это много друзья. И когда я задал вопросу Кенту, будет он дальше донатить так или нет, он сказал нет. А теперь вдумайтесь в цифру доната. Больше 100 тысяч рублей. Для кого-то это дико, для кого-то это нет. Но если у вас хороший достаток и по карману не бьет, и игра нравится, почему бы не донатить? Ну допустим так как я собираю компьютер, для меня это как бы дорого, да? Такой донат вкладывать. Я бы лучше купил компьютер там и развивал бы контент. А человеку по приколу. Он покупает паки, собирает героев и играет в свое удовольствие. Я? Я поддерживаю, честно. Можете осуждать, но я поддерживаю. Вот. И соответственно я его спросил, на что он тратил. Он сказал, это была месячная карта, какие-то паки на астрокарты, потому что он делал призывы близняшек в астрономическом зале, который открывается после прохождения 15 главы. Или если вы апните VIP 12. Но я думаю, что он открыл раньше, потому что VIP 12, я думаю, он апнул очень быстро. И также он покупал, естественно, разные вот эти вот месячные карты, которые накапливают кристаллы, подписку, как только она появилась, он тоже ее берет, и покупал королевскую награду. И также я ему задал вопрос, что бы ты поменял на своем аккаунте, если можно было бы вернуть время? Он сказал, что он бы поменьше тратил доната и покупал бы только королевскую награду, также месячную подписку, вот эту вот, и покупал бы какие-то паки с астрокартами, чтобы ловить возвышенных героев. Все, берите на заметку. Но, конечно же, я еще от себя добавлю, что самый выгодный пак на 45 тысяч кристаллов, который дается в начале игры, потом он пропадает, если вы его не покупаете. И больше такое предложение от разрабов не прилетает. Поэтому думайте, что вы покупаете, и правильно расходуйте ваш донат. Ну, а у кента вот так вот. Теперь переходим в Рейнхрон, клан я вам покажу, я в нем играю, почему бы и нет. Он у нас уже практически скоро будет 9 уровень. 65 человек стабильно играющих игроков. Все прокаченные, все опытные. И самое главное, что мы этим опытом делимся. Делимся, делимся и делимся. Это важно. Когда вы передаете какой-то опыт тем или иным героям, человек понимает, стоит в него вкладываться или нет. Ну, а также мы стабильно фармим каждый день боссов. Вообще без проблем. В Ритц это просто по дефолту, так же как и Сарен. Тут уже даже не обсуждается. Ну, а искаженный мир, давайте посмотрим, сколько он нанес урона. Причем, смотрите, он нанес-то всего лишь серебро занял. Таблица лидеров 349. Ну, азиатов не перебить. Если бы он был в рейтинге своей, вот этого вот, своего сервера, он бы занимал первое место. А так как это общий рейтинг, который делится на все серваки, там донатеров очень много. Очень много, которых не перебить. И смотрите первые места. Какие здесь мега-звери. Вот так вот. Такие вот дела. Ну, и теперь давайте посмотрим еще на библиотеку. Тоже очень важное древнее дерево. 42 уровня центральный кристалл. И также он качает класс магов поддержки. 24 уровень. Думаю, как только Апни 25 переключится на ловкачей. Потому что у него больше команду, конечно же, содержат герои поддержки и ловкачей. Все понятно. Переходим в темный лес и смотрим. Вершины времени закрыты. Ну, это по дефолту. Я всегда показываю, это даже смешно. При его уровне прокачки показывают. Чудесное путешествие там без комментариев. Башня короля. 186 этаж. Неплохо, неплохо. Кент красавчик. Но только громилы проседают. Громилы это вообще, на мой взгляд, один из самых таких сложных, наверное, вообще этажей и башен. Светодель жестокости это вообще отдельная история. Я всегда почему-то не могу зафармить дальше, пройти именно по ней. Потому что мы больше упор делаем на кого? На могилы леса и носителей света. Мало кто развивается через громил. Ну, а башня короля 375 этаж. Давайте посмотрим на противника. Два торона. Посмотрите. Две аталии. Сильвина. Капец. И какой он Бэр. Девятнадцать лямов. Три раза больше, чем у Кента. Кент, ну я тебе желаю успехов. Надеюсь, ты пройдешь 375 этаж. Хороший, хороший результат. Мистический лабиринт мы будем проходить в отдельной серии. Я уже говорил. Доска розыска по-любому выполняется. Арена героев тоже. Давайте посмотрим на его рейтинг. Первый ранг, конечно же. В личном зачете. Я думаю, что здесь ему вообще никто ничего не сделает. Подеремся. Посмотрим вообще, что творит его команда. Ну, а в турнире претендентов чемпион на пятом месте. Тоже отлично. Отлично. Думаю, что он даже дерется постоянно в чемпионате Легенд. Хотя, кто знает, кто знает. Вот. Теперь переходим в геройчиков. И давайте все по порядку. Фракция носителей света. Рован. На максималках. Не хватает шапки. Круто. И пока не прокачивает ему шмот на Т2. Видимо, качает кому-то другому. Следующий герой. Ну, ровно его, как бы, центровой герой такой. Люций. Видимо, Люция тоже иногда использует. Белинда. Плюс 10. Можно ей качать на плюс 20. Люцию, в принципе, все качают персоналку на плюс 20. Гвинет. Гвинет очень крутой герой. Но мало кто ее всегда использует. Но прокачана до одной звезды. И Фокс. Фокс тоже отличный герой. Больше никого здесь, в принципе, отличить как-то нельзя. В Громилах. В Громилах у него брутус. Ну, вот о чем мы и говорим. Поэтому Громилы проседают. Также Сатрана. Сатрана это, ну, такая магичка спорная. Тоже я не скажу, что она прям бомбит. Но я не видел ее, к сожалению, на максималках. Признаюсь. Признаюсь. Думаю, может быть, она там показывает совсем другой результат. Варек. Варек хорош на боссах. И смотрите, даже не открыт персональный артефакт. Видимо, он не в приоритете. Антадра на красной рамке. Тоже не открыт персональный артефакт. И он мне сказал, что он хочет качать Софушку. Потому что как раз-таки Громил надо как-то нагонять. Софушка вообще хороший герой. Как и поддержка, как и дамагер. Персоналка у него очень крутая. И вообще, самая лучшая, наверное, пятерка героев из фракции Громил. Это Брутус, Хасас, Варек, Вурк и Софушка. Ну, в более поздней игре можно еще прокачать вот эту замечательную Амазоночку. Антадру. Лес. Нимора на 3 звезды. И вообще не прокачано, кстати, смотрите. А у меня у Нимора персоналка на плюс 20. У него не в приоритете. Эйрончик. Один из лучших дамагеров в более поздней игре. Плюс 20. Надо качать на плюс 30. И не хватает одной шмотки шлема, чтобы был фуллсет. Тази. Тази, кстати, у него тоже основной герой, как вы помните. И смотрите, уже две шмотки прокачаны на миф Т2. Отличный результат. И персоналку, видимо, он дальше будет качать, но после других героев. Когда прокачает Феррелли или Рована, видимо, на максималке. А, ну Рована у него прокачан, а Фару он будет дальше качать. Зов на 3 звезды. Кстати, сколько ему не хватает до 4? 105 эмблем не хватает, чтобы прокачать до 4 звезд Зов. Как прокачает, Тази будет еще гораздо лучше. Следующий герой у нас кто? Лика. Лика, он тоже сказал, что в приоритете у него прокачка персоналки на плюс 20. И вообще, он хочет развивать кого сейчас? Это Софушка из Громил. Лика. Ей надо прокачать персоналку на плюс 20, потому что она усиливает физиков. А у него как раз-таки Таллин, да? Таллин-то это ловкач. Вот. И Лика на плюс 20 показывает себя отлично. На плюс 30 качать не надо. Кас на красной рамке. И Ворсанчик. Вот такие вот показатели по героям леса. Ну, а в могилах Грежу. Одет, но не прокачан по персоналке. Видимо, использует часто. Торон. Хороший, когда заряжает. Шемка. На максималках. Видимо, Броник недавно выбил. И персоналка на плюс 23. Ну, о чем я и говорил. Он ее поначалу использовал, потом забросил. Сейчас использует чисто ситуативно. Фара. Не хватает тапок. И смотрите, Пуха и Броник уже на Т2. И персоналку, как я и сказал. Надо еще прокачать на 3 уровня и будет на максималках. И Зольд. Кстати, многие Зольда недооценивают. Но танк очень крутой, если его прокачать на максималке. Просто своим ядом всех поражает и убивает. Ну, а следующий герой Нара. Нара это моя вообще любимица. Убийца, которая не любит ни с кем вообще суетиться. Она просто притягивает и хоронит. Вообще крутой герой. Ну, а других героев в принципе больше нет. Ну, а теперь Небесные Близняшки. Плюс 20. Я, кстати, думал, что на плюс 30. И здесь тапки прокачаны уже до миф Т2. Но не хватает также Броника. Броника он, видимо, снимает с Шемки. Потому что на Шемке простой Броник не прокачанный. Следующий герой Таллин. Фулл сет. Бомба. Аталия. Причем вот Аталия это же мечта всех. Но она у него не прокачана. И у Куна всего лишь 3 копии. И в подземных. Эльзиш. Мегира. И червячок наш. Зоурат. Самый, наверное, бесполезный герой в подземном мире. И смотрите. У него есть кто? Артуро. Но шмоток нет. Шмоток нет. На 3 звезды. Соединил с кем? Соединил с Неморой. Хорошая затычка в первой линии. Вообще просто непробиваемый. И я вам так скажу. Я его протестирую. И он мне очень сильно нравится. Вот такие вот геройчики. Во. Кента. Мне кажется прикольно, друзья. Прикольно. Сами видели, как прокачаны маги и танки. Все-таки он играет через саппортов. Это хороший результат. Ну, а теперь давайте зайдем куда? На арену. И подеремся. Я думаю, будет вам интересно. Заходим на арену. В принципе, мы можем нападать на любого. Но только надо Наталин переодеть нам клинок. Где Розалина наша замечательная? Снимаем клинок. И одеваем Наталин. Наталин у него там в приоритете. Я просто хочу посмотреть, что такое вообще на арене такая команда может творить. Ну вот, на самого первого давайте нападем. И запускаем бой. Поставим на Х2, чтобы не затягивать. И смотрим. Пошли близняшки. Ускорение. Рован. Сейчас залетит ульта от Азии. И начнется Габелла. Так, подхил от Таллин. Бам-бам-бам. Кидает свой метеоритный дождь. Ой, как быстро вообще. Фара. Вы посмотрите, что Фара творит. Сейчас посмотрим статистику боя. Кто там самый главный дамагер. Этих саппортов просто не убить вообще. Заковыряли. Всех заковыряли. Даже Фокс ничего не мог сделать. И Розалина. Все, сейчас Роза Габелла. Супер, супер. Смотрим статистику боя. Таллин. Таллин на Легенде плюс. 7 миллионов урона, друзья. Смотрите, она прокачана хуже всех. У Фары персоналка на плюс 27. Вот вам показатель. Таллин. Имба-имбой. И когда он ее прокачает, он будет фармить вообще этого Кейна на просторах территории гильдии. Ну, вообще легко. Вообще легко. Блин, какая же Таллин крутая. Нападаем еще. Сделаем 2-3 боя. И на этом закончим. Потом будем проходить этап главкомпании. Ну, это опять тот же самый пак примерно. Смотрите. Люций. Розалина. Рован. Шемка. Фокс. Стандартная пачка, которая, ну, все думают, что затащит. Ну, как только сейчас раскрутят барабан эти саппорты с ловкачами, всем до свидания будет. Ну, нет, живут. Смотрите, живут. Таллин, кстати, даже погибла. Бам. Все. Фокс, до свидания. Таллин сейчас воскреснет. Бам. Жара. Вот это жара вообще. Просто круто. Да нет, это просто неубиваемо. Он за 30 секунд раскладывает любого противника на арене. Такой пачкой. А представляете, если ее еще на максималке, эту пачку, прокачать. Опять. Теперь фара. Вот фара. 11 лямов урона. Таллин недалеко ушла при такой прокачке вообще и по возвышению. Супер. Ну, я думаю, исход боя здесь всегда будет понятен, друзья. Вы увидели вообще, что происходит. Какие тайминги, да, самое главное. Ну, а теперь пойдем в компанию. Вернем клинок на Розалину и попытаемся пройти. Мне просто Кент говорил, что он практически проходил. То есть у него получается проходить дальше. Просто попросил меня показать вам на видео. Как эта пачка вообще себя ведет в компании. 28-33. Все, пачка стоит. Давайте запустим пару раз бой. Если пройдем, надо будет сделать скрин, чтобы добавить этот скрин в нашу телегу. Все, запускаем авто и смотрим. Контроль от Азии. Ой, Горво вообще потеет. Фирель. Бам! Ну, живут, живут. Контроль от Азии. Фара погиб. Нормально, нормально. Идем вообще. Сейчас Горво погибнет. А может и нет. Ну, добивает, добивает. Здесь просто все в контроле. Рован постоянно восстанавливает энергию. Азии контрит. Можно, можно пройти. Вражеская Азии и лучница осталась. Айра. Опять Рован. Чашки полетели. Давай, Рован, закидывай энергию в контроль от Азии. 20 секунд до конца боя. Можем добить. Можем добить. Без проблем. Чашки, чашки пошли. Давайте, давайте, добивайте ее. 5 секунд осталось. Успеют? Последняя секунда. Блин, друзья, вы видели? Просто последняя секунда. 18 миллионов от Розалины. Бог ты мой вообще. Тазии 12 лямов. Вот вам и саппорты. Фара просто погиб. Давайте еще раз попробуем пройти. Конечно же, надо пробовать проходить. Можно пройти? Можно. О, прикол вообще. Что творит эта пачка? Моментально. Тазии просто моментально набирает энергию. Если фара не погибнет, мы пройдем. Там буквально на одну тычку не хватило вообще. Контроль от Тазии. Блин, как же долго живет этот голос. Голос вообще просто непробиваемый. Блин, фару опять сблили. Ну, можно, можно. Может, в этот раз мы добьем. Давайте посмотрим. Ой, близняшки погибли. Ну, тот же результат. Опять 3 в 2 остались. Ой, ой, вы видели, какие там чашки залетают? Просто лучница вообще отпотела. 42 секунды. Все, мы пройдем. Сейчас Тазии тоже отъедет. Какие тайминги? Как они друг друга усиливают, эти герои? Просто замечательно. Все, до свидания. До свидания. Смотрим статистику боя. 21 миллион, друзья. 10 миллионов от Тазии. Делаем скрин, конечно же. Давайте сделаем скрин. Супер. Ну, вот вам, вот вам показатель. Показатель того, что может делать такая команда. Заберем награды. Вот она, эмблема, кстати. Многие задают вопрос, как фармить шмот. Если вы не проходите какой-то этап, проходят сутки, потом вы проходите, то, соответственно, вы получаете или мифическую шмотку, или эмблемы, или сундук с мифическими эмблемами. Это все равносильно. Или-или. Бывает награда вообще крутая. И эмблема, и шмотка. Это просто имбовая награда. Надеюсь, данный видос вам зашел. Вы теперь будете понимать, что могут творить такие герои, если вы их прокачаете. Да, это сложно, но можно. Ставим лайки, оформляем подписку, и не забываем то, что в описании видоса все полезные ссылки. Я добавил также ссылку на телегу, где мы выкладываем скрин по прохождению, почему я, собственно говоря, скрин-то и сделал. Ну, а также добавил ссылку на канал Дискорда. Заходите, будем общаться. И добавил ссылку на канал Кента. Его начинание надо как-то оценить. Давайте поддержим его начинание. Подпишемся на канал, и под последним видосиком поставим лайки и напишем хороший комментарий. Я думаю, с вас с ним будет, а ему будет приятно. На этом, дорогие друзья, у меня все. Увидимся в следующем видео. А следующее видео на моем канале, это будет лютый призыв. И завтра выйдет вторая часть по прохождению лабы этой самой пачкой, которую мы проходили сегодня этапы главкомпании и дрались на арене на аккаунте Кента. Всем пока-пока!